Одна Puma у Форда уже была. Стильная двухдверка с таким названием выпускалась 20 лет назад, но продолжение не последовало. Новая Puma – это кроссовер на усиленной платформе Фиесты. Новинка вышла на 55 мм шире исходного хэтчбека. Широко расставленные колеса, рельефные боковины и округленные фары навели дизайнеров на мысль. О, это может быть новая Puma. Когда ты видишь ее и произносишь Puma, это имеет смысл. Мы попробовали другие названия, но Puma звучит совершенно естественно. Синий кроссовер на видео – это приспортивленное исполнение ST-Line. Интерьер воспроизводит решения других Фордов, но и есть необычные в этом классе опции. Например, съемные фирменные чехлы на молнии или встроенный в переднее кресло массажер для поясницы. Интересно устроен багажник. Панель пола крепится к спинке задних сидений, чтобы получился отсек высотой 115 см. Полка закреплена на багажной двери и поднимается вместе с ней. А в подполье устроен мегабокс. Так Форд называет пластмассовый отсек с дренажным отверстием, в который можно ставить грязные вещи и мыть хоть из шланга. Бензиновый двигатель – трехцилиндровый «Экобуст» в двух вариантах мощности и с механической коробкой. Вскоре к ним присоединится дизель и семиступенчатый робот. Все моторы сочетаются с 48-вольтовой сетью и стартер-генератором, который помогает двигателю в первые секунды разгона. В конце года Puma сменит паркетник «Экоспорт» на конвейере завода «Краёва» в Румынии. Но российскому рынку Puma пока не светит. Легковую программу Ford у нас свернул, а заводы выставлены на продажу.